В Кирове 13.06 начинается программа «Особое мнение» на 101.0. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. С своим особым мнением сегодня у нас Валерий Турова, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутат областного законсобрания 4-го и 5-го созыва. Все верно, да, Валерий Николаевич? Добрый день. Мои коллеги обычно упоминают 5-й созыв, а о 4-м забывают, но все-таки в 2-х созывы. Да, да. Сегодня мы поговорим с вами и о делах бизнеса, предпринимательства, и о том, что происходит в законодательной сфере, и в обычной жизни нашей городской. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио и видеотрансляции нашего эфира. Если вы хотите задать вопрос Валерию Николаевичу, то, пожалуйста, с помощью специальной информации на нашем сайте его и задавайте. Начну со следующей темы. Валерий Николаевич, вот-вот уже с 1 февраля меняются правила использования контроля кассовой техники. Смысл основной в том, чтобы налоговая служба непосредственно в онлайн-режиме получала доступ и информацию о этих операциях, которые с помощью кассовых аппаратов проводятся. По данным той же самой налоговой, сейчас в нашем регионе насчитывается более 19 тысяч кассовых аппаратов, которые новым требованиям, соответственно, не могут. Ну, нужно покупать новые кассы. Их у нас сейчас около сотни, по данным налоговым. Озвучивалось уже и Вятской торгово-промышленной палатой, что довольно серьезные суммы предпринимателям придется потратить на то, чтобы соответствовать новым правилам и покупать условно-контрольную кассовую технику. Ну, во что это все выльется, на ваш взгляд? И для самых предпринимателей, и для покупателей, потребителей услуг, товаров? На своей шкуре я уже испытал эту вещь и дал бухгалтеру команду отказаться от кассовых аппаратов. То есть мы их ликвидировали, несмотря на то, что срок службы есть. Но, Володя, тема-то она значительно глубже. Я понимаю. Она, это только верхушечка айсберга, что вот налоговая, там прозрачность платежей и так далее. Если вы слышали, в сентябре месяце прошлого года в Давосе Всемирный экономический форум собралась финансо-олигаргическая элита. И она объявила о том, что состоялась четвертая промышленная революция. Я перед началом эфира говорил, никто на это не обратил внимания. И основой вот этой революции является оцифровка всей жизни и деятельности людей, в том числе производственной сферы. Но, как вы понимаете, когда был поставлен вопрос, как пилотный проект, о том, что необходимость в интернет-пространстве иметь оперативную информацию о любой продаже любой единицы, то в данном вопросе, понимая, что малый бизнес имеет кассовые аппараты и он не везде имеет интернет-пространство, то я думаю, что вот эти невыгодные условия, потому что, когда я прикинул, сколько мне надо обслуживать этот аппарат, мне его выгоднее вообще не иметь. А сколько? Какая конкретная сумма? Но прикид у меня состоялся, что порядка 80 тысяч я должен только по запуску этой программы обеспечить. А там же надо было и программу, и сервисное обслуживание, программное обеспечение приобретать. Поэтому я однозначно сказал, нам это не надо. В конечном счете по безналу будем работать через банковские счета. То есть законная возможность отказаться от использования... Совершенно правильно. То, что ставит Министерство финансово, оно ставит задачу, чтобы все покупки осуществлялись без нами. Вот идет речь, это как раз вызовет четвертой промышленной революции. Деньги прекращают свое существование и не выполняют те функции, которые они предназначены были выполнять, они сейчас выполняют только распределительные карточки. Как это будет дальше развиваться, мы можем посвятить отдельную передачу программы. Я сейчас учебу по этому вопросу провожу среди бизнеса и малого бизнеса. Поэтому здесь все значительно серьезнее. Значительно серьезнее вот эта тема чипирования животных, тема интернет-вещей, тема роботизации производственных процессов. Вот взять даже Абсолют Агро, наше предприятие, которое там банкротит, но у него-то тракторная техника, она роботы, то есть она может без оператора работать. Другое дело, что они садят для контроля человека со стороны. Поэтому вот эти все вопросы, они еще не поставлены у нас в стране, но это тема ближайших пяти, тиро десяти дней, вот скажем, опять... Да, лет, лет. Пяти, десяти лет. Пяти, тиро десяти лет. В частности, вот еще один проект, наверное, тоже обратили внимание, беспилотный общественный транспорт в течение пяти лет должен быть. Вот мы куда идем. Вот куда мы гребем, где место... А уже программа на пять лет, федеральная запущенная программа. Уже все, мы никуда не денемся. И я вам могу, знаете, пальцев на руках не хватит, которые пилотные проекты уже пошли. И самое страшное в этом, что никто нам эту тему не раскрывает. На Гайдаровских чтениях попытка была, там Шохин выступал, там Потанин, там выступал Греф, да, Греф. Они обозначили четко и однозначно, что малому бизнесу, в общем-то, места нет и не будет. А это просто уже вот такие нюансики запускаются, когда абсолютно будет ликвидирование. А шансы-то есть отстоять малый и средний бизнес? Да, конечно. Нет, если есть вызовы, если есть угрозы, значит, есть и шансы, и вероятности. Мы отрабатывали модели. Вот пятницу-субботу прошедшую мы проводили как раз вот такой бизнес-семинар, где советовались и искали модель, а каким образом вообще-то мы будем дальше себя вести. И выход-то единственный. Это копироваться малому бизнесу, формировать технологические цепочки. Помните, мы говорили о создании системы производства и реализации товаров местных. Вот эта тема, она дальше нами жуется, и, по сути дела, она способна вытащить малый бизнес на то, что мы не вмешиваемся в его деятельность, но формируем замкнутые циклы и являемся альтернативой крупному бизнесу. А сейчас в какой стадии эта работа находится? Ну, она очень тяжелая. Отдельные проекты идут, очень тяжелая. Вы же понимаете, это надо переходить на партнерскую схему отношений среди малого бизнеса. А малый бизнес, мало того, что он не подготовлен по знаниям, да, он и напуган со всех сторон. У него же денег никаких, ничего не свободных нет, он полностью закредитован. Поэтому все строилось раньше на обмане, а здесь теперь, в принципе, надо отказаться от традиционных моделей поведения, перейти на дружбу, товарищиство и так далее, на доверие абсолютное. Это очень сложный психологический процесс. Мы движемся, вот 40 человек было, 40 предпринимателей, мы увидели, что подвижка есть. Ведь в конечном счете, по той схеме, которую мы предлагаем, кассовый аппарат вообще не нужен. И движение продукции, оно будет не в виде товара, а в виде продукции, готовой к промежуточному характеру. Передаваться будет по накладным, и только в конечном этапе у потребителя возникнет сама процедура купли-продажи. Поэтому здесь могут возникнуть с финансистами вопросы по налогообложению, но для этого нам нужна какая-то финансовая система, типа банка. Своего банка? Ну, как он свой? Он банк, но который возьмется за операционное обеспечение этих процессов. Тогда виртуальные деньги будут проводкой осуществляться между предпринимателями, денег самих не будет, и будет понятна налогооблагаемая база, чтобы в режиме онлайн можно было сразу снять эти деньги. Вот и все. Поэтому... А вот те предприниматели, которые все-таки решат купить, да, эти новые аппараты, они переложат свои расходы на покупателей? А куда же он поднимут цену? А куда он их денет? Другого выхода нет. А вы-то как считаете? Куда он их должен? Другого выхода нет. Точно так же, как Платон, точно так же, что все остальное, это перейдет только на стоимость товара, на накладные затраты. Поэтому вы говорите о том, куда это выведет и куда это загребет, а с учетом того, что альтернативой будет являться это в режиме онлайн-компьютерная торговля, то есть все равно будут приставки, вот как с виноводочными изделиями. Егоист, да. То есть это все пилот, а дальше у нас будет это все через интернет идти. Поэтому этот промежуточный характер подготовки, потому что у нас не везде есть устойчивая связь, интернет-связь, вот пока промежуток занять вот этого времени, пока будет развиваться интернет-пространство, я думаю, что это недолго, это год-два, деньги мы заплатим, кто-то пролоббирует свои приставки там и так далее и тому подобное, кто-то заработает на этом большие деньги, но перспективы у малого бизнеса это направление априори не имеет. Почему очередная какая-то хитрая... А он тоже зарабатывает денег. Система на вашей жизни. Ведь понимаете, что происходит по жизни, мы должны уже об этом не только чувствовать и знать, что если какие-то колебания, изменения происходят, значит это кому-то надо. А если мы в этом не понимаем, значит на нас хотят заработать. Вот и все. Вы нам разъясните, вы дайте нам понятийный инструментарий, тогда мы скажем, да, мы делаем, и мы будем знать, на что мы тратим. А это просто отмывка бабла, извините за гражданину. Кстати, перед тем, как уйти на небольшой перерыв, я проанонсирую завтрашний дневной разворот с 11 часов. У нас в студии в том числе будет и представитель налоговой службы. И как раз мы вот об этой теме, введение новых контрольно-кассовых аппаратов, будем говорить завтра с 11.05. Сейчас небольшой перерыв, скоро вернемся. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Валерия Турулова, президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутата ОЗС, 4-го и 5-го созывов. Давайте к лесной отрасли перейдем. Министерство лесного хозяйства, я имею в виду нашей области, по поручению в Рио губернатора, разработало комплекс мер, видимо, уже разработало, по наведению порядка в лесной отрасли. В итоге, в частности, предложено усилить контроль со стороны лесничеств за поднадзорными территориями и за деятельностью лесопользователей. Причинство уже неоднократно высказывалось на сей счет. Вы, будучи депутатом, часто горячо-жарко обсуждали тему лесов, черных лесорубов и так далее. Вы ли уверены в том, что новая команда, которая стоит во главе области, вот так быстро сможет решить многолетнюю... Ну, во-первых, чтобы иллюзия не складывалась, что там предыдущее правительство, хорошее или плохое, оно не пыталось систематизировать этот вопрос, оно пыталось, систематизировало, и ничем не отличалась предыдущая команда от сегодняшней команды, которая была сориентирована на крупный бизнес. Поэтому иллюзий не надо питать, и, следовательно, там запретительные или разрешительные какие-то меры, наверное, они ничего существенно не изменят. Ведь в конечном счете надо менять саму систему. А система-то не меняется. Простой пример вам. Мы ожидали, что леса, которые, в общем-то, будут сейчас забраны как неэффективно используемые по инновационным проектам, инвестиционным проектам, они будут передаваться по приемлемой цене нашим местным предпринимателям. Почему? Потому что, извините, наш предприниматель всегда находился в невыгодных условиях. То есть он брал в субаренду лес, там, 500, 700, 800 рублей. Пока он вкладывал там свои составляющие, у него на выходе продукция была всегда неконкурентоспособна. И из-за этого мы поднимали шумиху, что инвест-проекты не работают. Они просто перепродают лес на корню, 700 рублей получают, и зачем им вообще работать, если там 2 миллиона расчетная лесосека у крупного предприятия. Посчитать несложно, какую чистую прибыль, ничего не делая, получая это предприниматель. Следовательно, задача стояла, что, скажем, дать достойную цену, чтобы наш предприниматель получил лес, переработал и вышел с конкурентной ценой. Но отправная цена определена от 500 рублей нашим правительством на аукционе. Ну, ребята, о чем мы тогда говорили? Идет просто изменение кармана, куда деньги пошли. Если раньше они шли в карман так называемого инвестора, то сегодня они должны пойти якобы в карман наш государственный бюджет. Я в этом очень-очень серьезно сомневаюсь, что именно так будет. Если касаться черных лесорубов, ну, ребята, были показательные порки, там 20 человек предпринимателей под уголовную ответственность в прошлом году отдавали, еще до команды Васильева, используя спутниковые системы, ГЛОНАСС и так далее, и тому подобное. По сути, надо вот этим сейчас заниматься, чтобы был объективный контроль в режиме онлайн, причем абстрагированная модель лесозаготовки в соответствии с графиками. Эта задача вроде поставлена. Ну, она поставлена, она уже стоит. Сколько она уже стоит? Ведь проблема в прошлом году была в чем? Что документы оформляют предприниматели на свою вырубку, все подписано, все как положено, спутник съемку делает, несоответствие того, что у них происходит, оказывается документы им выданы с ошибкой. Берут за первую причину спутниковую съемку и дальше начинают штрафовать предпринимателя за черные рубки. Ребята, ну, то есть, ну, и... Да, то есть, вроде бы наводим порядок, но как-то он наводится не в ту сторону, понимаете, да? Поэтому какие там задачи поставлены, куда они идут, и гребут, это что-то страшное. В конечном счете, мы эту проблему видели победить не черные рубки, а вообще систематизировать и сделать, чтобы максимальное количество леса все же, а, вырубалось из расчетной лесосеки, и, б, перерабатывалось. Вот это самое главное, перерабатывалось. Здесь у нас, у нас на нашей территории. А вот эту проблему и систематизацию мы, к сожалению, не промотивировали, а простимулировать какими-то запретами, я думаю, еще хуже будет. Вот, понимаешь, Володя, мы пытались искать мотивированную сторону в вопросе лесовосстановления, эффективного использования леса, и, в частности, ну, не знаю, прозвучало это где-то или нет, но мы 10 гектар земли засадили клонами, это ускоренное лесовосстановление. Мы, это наша область. Да, в нашей области некоммерческое партнерство Биотехнологический кластер вместе с ООО «Алмис» проиницировали такой пилотный проект, где 10 гектар засадили клонами. И вот эти клоны, они должны обеспечить лесовосстановление в два раза быстрее. Это означает, что «Алмис», как лесопользователь, он может еще раз сделать один урожай. Вот это вот мотивационная схема наведения порядка в лесу, когда лесопользователь заинтересован качественно вырубить, качественно навести порядок в лесу, качественно восстановить лес и таким образом двигаться дальше и за это получить еще дополнительный бонус. Вот это да, это мотивационная схема. А когда мы говорим, вот мы сейчас вот такие умные, раньше никто этого не знал, теперь мы взяли, щелкнули двумя пальцами, и что это началось? Ну, фигня это все, извините. А как вам идея торговать кировским лесом на петербургской товарно-сырьевой бирже? Вы стали третьим по счету в России регионом, кто, собственно, не третий по счету, а третий регион, просто, который вышел на товарно-сырьевой биржи. Если вы помните, ну, мне повезло в свое время, я преподавал в университете, был предмет такой промежуточный введен в экономическом блоке товарно-сырьевые биржи. Я преподавал этот курс. Вы помните вообще? Да, да, я представление имею, что это такое. Поэтому попытка, что мы найдем инвестора, который вот возьмет у нас лес, в общем-то, через биржу, мне кажется, это нулевая попытка, учитывая, что у нас и так были потребители кругляка достаточно нормальные и серьезные. Прежде всего, финны, весь северный... А это кругляка, не переработанного лица? В том-то и беда-то заключается, что выйдет на таланты сырьевой биржи мы со своим произведенным продуктом мы не выйдем, мы не конкурентоспособны будем. Вы понимаете? Да, биржа, она должна захиджировать цены. То есть, она должна дать нормальные процессы, когда гарантированный покупатель есть по гарантированной цене. Но сам стоимостной порядок нашего продукта, он не конкурентоспособен. И поэтому захиджировать его либо со скидкой тогда мы должны по бросовым ценам отдавать свой лес. Но, извините, это неправильно, тогда кто-то за это должен быть платить. Если ставит Васильев там вопрос, вот почему китайцы приезжают по 500-700 рублей скупают лес, да, еще им тащить и так далее. Ребята... Чтобы не в два до с половиной раза. Да, да, да. Но, ребята, давайте поизучаем этот вопрос. Он покажет элементарную вещь. государство решает на сырьевой базе любые затраты, китайское, я имею в виду, государство, любые затраты нести. И предпринимателю разницу из государственного бюджета за ресурс компенсирует этот сумм. Поэтому никто не ведет речь о каком-то там конкурентоспособности и так далее. Другое дело, что они у себя по переработке используют высокие безотходные технологии. Вот это уже вопрос нашего времени. И, следовательно, если мы говорим о наведении порядка, то, опять же, товарно-сырьевой биржи мы не решим этого вопроса. Пока мы не будем вводить систему эффективного лесопользования и лесовосстановления. А это единый комплекс. И, кстати, вот здесь хороший посыл, но я не знаю, во что он выльется, это восстановить опять лесопромышленный комплекс в одних руках. И лесовосстановление, и лесопромышленное производство под эгидой одного министерства. Ну, не знаю, оно состоится или нет, но идея неплохая. Но, видите, полгода прошло. Какие плюсы тут пояснилось? Плюсы, а вот мы же, я где-то вот отвлекался уже и говорил, что лесопользователь, он не заинтересован в эффективном лесовосстановлении. Он раз вошел в лес и дальше сбагрить этот участок. Потому что это очень серьезные накладные навести порядок после вырубки, посадить, лес обустроить. И поэтому у лесопромышленников все время возникает вопрос, а не легче ли дать взятку, напоить там лесничего и подписать акты сдачи участков. Кто туда в тайгу войдет там в тысячу километров, где-то там в тайге, какой-то участок и так далее. Поэтому мотивации в этом отношении нет. Если же мы говорим о наведении порядка, системного порядка, когда соединено все в единое целое, тогда роль и место лесников она становится абсолютно понятной. Не только как контролеров, но и как организаторов этого процесса. Квалифицированного лесовосстановления. Они задействованы будут в едином технологическом процессе. Понимаете, да? То есть вот этот вопрос холдинговых цепочек, он становится реален. Что не войти побезобращенничать в лесу лесозаготовку, а там хоть трава не расти, а довести его до конечного продукта и восстановить этот лес эффективно, потому что лесопользователи, лесопромышленники, они заинтересованы через 25 лет опять туда вернуться, либо через 50 лет опять туда вернуться и опять заготавливать. Но это вопрос уже системного развития экономики в лесопромышленном комплексе. А вот эта технология, которую вы сказали, по касатке клонированного леса, она насколько у нас применима в нашем регионе. Ну вот смотри, мы экспериментально посадили липу и березу. И на первом этапе мы очень расстроились, потому что липа не прижилась, по нашему мнению. Мы попали как раз в период засуха, май, июнь, это засуха была. Влаги не хватило. Да, и мы высаживали в песок, в общем, шок был неимоверный. Но осенью, когда мы вторую партию высаживали, у нас более-менее успешно это прошло, вот, мы проверили, а что там творится. Липа ожила, начала расти, кое-что, но посмотрим, что весной. Это в Нагорском районе. В Нагорском районе. Поэтому это очень интересный проект, очень перспективный. Я думаю, что если хотя бы 10% с территории лесозаготовки будет восстанавливаться по ускоренным схемам лесовосстановления, пусть даже листва, но за 25 лет коэффициент 2 ускорения набора товарной массы древесины, я думаю, для экономики области это очень существенно. Древесина ничем не отличается от обычной. Там понимаете, это не ГМО. Это, вот, у нас сажалась древесина. В Витебской области на генетическом коде отобрали лучшую березу. И вот из клеток этой лучшей березы вырастили в лабораторных условиях росточки, потом в питомниках вырастили саженцы, и вот это что такое. Это супер-пупер, ну, это наукоемкие технологии. Это на генетическом уровне, но не изменения в генетику, а выбраны самые сильные на генетическом уровне дерева, и из него через клетку размножены. Не через семена, потому что семена там своя проблема есть. Очень интересно. Хотелось бы лично взглянуть. Да, вот мы планируем весной контроль осуществлять, потому что там три года мы должны выйти на обслуживание этого процесса, он экспериментальный. Но заявку, в общем-то, замутили на этот год еще на 50 гектаров. Если этот процесс пойдет, вот она тема для нашего сегодняшнего правительства. Вот она тема. Понимаете? Они в курсе этой темы? Конечно, в курсе. Другое дело, что пока машут рукой, что-то кто-то там занимается, может быть, это связано с моей одиозной фигурой, потому что я продвигаю этот проект очень активно. Но мне думается, он не должен носить никакой политической окраски. Здесь абсолютная выгода для развития территории. Если мы первые в России возьмем эту тему для масштабирования, у нас вообще конкурентов не будет. Это Валерий Турул, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутат УЗС, 4-го и 5-го созывов. У нас сейчас реклама. В полторы минуты не переключайтесь. Особое мнение сегодня высказывает Валерий Турул, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутат УЗС, 4-го и 5-го созывов. Давайте в воздух отправимся, туда, над землей. В космос. Ну, чуть пониже. Я все-таки об авиаперелетах говорю. Уход Победы, хочу поинтересоваться вашим мнением. Победа прекращает сотрудничество с аэропортом Победилова, хотя по заявлениям областного правительства переговоры вроде как еще будут продолжаться, будут искаться точки соприкосновения, консенсус какой-то. В этом году просят Победилова 90 миллионов рублей, Васильев уже распорядился найти эти деньги, назвав при этом Победилова черной дырой. В прошлом году Победилова ничего не получила из областного бюджета. Эта тема активно обсуждалась в том числе и в будущем в вашем областном собрании. Вот такая ситуация. Активно жители города настаивают на том, чтобы все-таки победа сохранила свое присутствие. Вот как должно вести себя областное правительство в этих условиях? Володя, я и радиослушатели, мы должны четко понимать, что вот эти теневые стороны экономических переговоров и так далее, там подобное, все, что там творилось на этом. Это мало должно интересовать мы, как потребители, мы должны получить результат. И перелом он в свое время был в 2014 году достигнут, когда Жданов показал руководитель Победилова, до аэропорта Победилова, он показал экономическую модель, по которой мы будем наращивать и развивать Победилова. И нам надо было еще в 2015 году получить определенную сумму для того, чтобы выйти на элементы самоокупаемости. И в 2016 году тоже определенные деньги, мы там, не помню, по памяти, по-моему, 120 миллионов должны были, и дальше мы выходим полностью на самоокупаемость. Причем планировалось, что увеличение маршрутов будет идти и так далее. пассажиропоток шел с опережением намеченных планов, то есть все шло нормально. То есть вы говорите о том, что грамотно, в общем-то. Я абсолютно убежден, мы специально, больше того, я подозревал, что идет отмывка денег, как раньше было, и была специальная комиссия создана нашим экономическим комитетом, мы выезжали туда на место и слушали отдельно, это не выездной а наш комитет выезжал. И мы делали ревизию, проверку этого бизнес-плана. И мы убедились, что это реально все, и мы видели результаты, все шло в соответствии с планом развития. Это с участием победы все, да? Да, 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 победа в этом процессе, она занимала особое место. Ведь у Жданова тоже были свои претензии к победе, они выторговывали для себя благополучное состояние. Но когда мы взвешивали все плюсы и минусы, мы вынуждены и обязаны были в общем-то обратить внимание на дачу бонуса победе. Победа, она обеспечила достаточно серьезный пассажиропотонку. И я лично с удовольствием летал на победе, но это как, знаете, на междугороднем автобусе. Ну, в принципе, у меня такая ассоциация была. Я впервые эту ассоциацию ощутил, когда впервые перелет был у меня там в Атланту, потом с Атланты в Бостон, и когда я увидел как Америкосы летают, то у них самый дешевый вид транспорта авиация. И тогда я поинтересовался, а почему так дешево, если мне, скажем, из Вашингтона в Нью-Йорк переехать на электричке там сто с лишним баксов, да, что там ехать-то рядышком. И самолетом из любой точки Америки в любую точку Америки сто баксов. Слушайте, я был шокирован, да, и оказывается вот это государственная политика, которая развивала вот эту коммуникационную сферу. И я считал, что мы, победа выполняла вот эту функцию, и она должна была датироваться и так далее, чтобы обеспечить вот эту коммуникационную функцию, приучить людей приоритет авиатранспорта сделать перед железнодорожным транспортом. Поэтому мое однозначное мнение, как эксперта и экономиста, мы проиграли. Мы скинули то, что уже наработано. Вместо того, чтобы развивать, все равно на эти же 90 миллионов выходим, но при этом потеряли ряд маршрутов по ПФО, плюс победу, вышли на тариф 5-7 тысяч на Москву, хотя был там тысяча-две тысячи тариф. Я думаю, как мы будем дальше развиваться, я не знаю. Что правительство должно в этих условиях предпринять? Я считал, не Жданова надо было убирать, а со Жданова надо было дальше работать. Вот это я считаю, это было правильно. Они взяли первым делом его убрали. Это, на мой взгляд, ценнейший кадр, который, в общем-то, переломил ситуацию, когда действительно победил, вы использовали как площадку для отмывки денег. И он ее переломил. Поверьте, это нелегко было, потому что такие деньги крутились, что, мама, не горюй, оставаться принципиального и позиционировать себя как настоящий человек, патриот нашей территории, жертвовать своим благополучием. Ну, извините, я, например, до сих пор удивляюсь и поражаюсь, почему не обратили внимание, достойное именно на него. Потому что та программа, которая была, она нас выводила уже в 17-м году на абсолютное дальнейшее развитие. Мы еще выходили бы, ну, по оценкам было у нас там от 6 до 10 новых еще маршрутов. Выходили уже на Свердловск, выходили устойчиво несколько перелетов на Санкт-Петербург, на Мурманск, на Архангельск и так далее, и тому подобное. Поэтому это мне сразу вспомнилось, мы бы вышли на тот уровень, который был в 88-м году у нас. Это что, рассвет был? Да, у нас только 7 рейсов было в Свердловск, в Екатеринбург. 7 рейсов в день. В день? Да. 5 рейсов в Ленинград было. Можем. Да. У нас была очень серьезная вещь. Когда я мог альтернативно, 15 рублей купейной стоил вагон до Москвы и 15 рублей самолетом лететь. Поэтому это было настолько сравнимо, настолько все это было приемлемо. Другое дело, что дефицит билетов все хотели самолетом именно лететь. Билетов не хватило. То есть, на ваш взгляд, вполне очевидно, что без победы того пассажира потока уже не будет. Уже не будет. Не будет. Однозначно. И наш человек, не каждый сможет потянуть ту стоимость билета, которая предоставляется в тех же саратовских авиалиниях или в Руслайне. Да. Там коммерческая цена, и я думаю, что меньше 7 тысяч не будет нам ни до Питера долететь, ни до Москвы. Остается у нас совсем немного времени. Вопросов еще масса, конечно. Но давайте я поинтересуюсь вашим Валене наказачьим мнением по поводу работы регионального правительства все-таки 28-го числа, 28-го января. Полгода. Да, в субботу будет полгода с момента назначения Игоря Васильева на должность в РИО исполняющего обязанности главы региона. Как оценивать то, что происходило на протяжении этих 6 месяцев в нашем регионе? Ну, в моем понимании есть общепринятая модель управления, которая говорит действительно, что полгода идет втягивание в ситуацию, полгода идет отлаживание определенной модели, и через год начинает работать модель нового управления. То есть, полтора года согласно этим моделям надо еще подождать. Да, 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 да. Да, но те декларации и те заявления и те поступки самые главные, которые были осуществлены, они, по сути дела, сломали всю систему, плохую систему, там, мы спорили с этим, но взамен не было ничего предложено. И те космические заявления, да, мы знаем, что надо делать, да, и так далее. И я как-то вот здесь на Эхо Москвы говорил, ребята, подождите, ну, у нас же свои тараканы в голове, ну, вы с нашими тараканами хотя бы поживите и тогда разберетесь, то ли тустом их травить, то ли подкармливать этих тараканов, ну, потому что хорошее сравнение. Да, без нас-то всё равно вы ничего не сделаете. И здесь хоть ты упресь, всё равно решают всё люди. Следовательно, вот это самое ценное, что есть люди и правильная селекция людей, вот за эти полгода должна была осуществлена вот эта вот селекция. Систему никогда не ломают, но я сам переходил с одних должностей на другие и был на очень высоких должностях. И там запрещалось первые полгода вообще какие-то тело движения резкие дела. Потому что схема работает. А дальше потихоньку подправляет тут, тут, тут и подготавливает совершенно другую схему. Полгода прошло, схема неизвестна, цели неизвестны, установки неизвестны. Подмените свою деятельность, проехать там, встать в очередь в больницу, ну, где-то это деживью, мы где-то уже это проходили. О выездах регулярных регионов в город. Да, это, наверное, надо делать как человеку. И это правильно, чтобы ориентироваться, но не делать из этого пиар, а принимать меры и совершенствовать систему. Системы нет. Старая разрушена, новой нету. Поэтому, когда Путин отвечал на вопросы журналистов, он трежды упомянул Кировскую область как эффективный менеджмент применения. имеется ввиду последнюю пресс-конференцию этого государства. Да, 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 да. 15 декабря. Если вы обратили внимание, он трежды упомянул, да у нас есть эффективный, и после этого был рейтинг вывешен, что Игорь Владимирович получил пятый рейтинг. Я еще так поразился, а за что? Пятый рейтинг. Вообще надо молчать об этом, потому что мы ничего не понимаем, ничего не знаем. И когда мы говорим о том, что должна быть какая-то стратегия понятная, ну, хорошо, надо там эту стратегию рисовать год. Давайте будем ее рисовать. Ну, концепцию нарисуйте сейчас. Цели, задачи, направления деятельности, что вам требуется для этого? И оно должно быть обязательно озвучено. Конечно! Но мы же ориентируемся, как управлять-то процессом. Мы должны на что-то ориентироваться, те же предприниматели, те же потребители, что мы хотим. Если вы помните, я одно из последних заседаний в законодательном собрании проводил заслушивание Министерства экономического развития о ходе выполнения стратегии социально-экономического развития до 2020 года. Осенью было? Да, да, да. Даже не осенью, весной это было. Весной, но осенью мы уже ушли. Это весной, да. Выбор, выбор. Весной, да. В сентябре уже было. И мы заслушивали, и очень неблагоприятная картинка была. Следовательно, вопрос-то должен был быть сейчас стоять, а что надо сделать для того, чтобы была благоприятная картинка? Ведь для этого мы заслушивание делали, что стало понятно, провал здесь, провал там, провал там, провал там. Это нормальный процесс управления. Если провал есть, давайте будем делать так, чтобы не было провала. Сказать, что это было плохо, ну тогда скажите, а что надо сделать, чтобы было лучше? Лучше-то ничего нет. И когда вот это все сходится, когда мы опять вылетели на 13 миллиардов кредиторки от Сбера, что понадобится около 3 миллиардов только на обслуживание кредита, перечеркнулась полностью та модель, которая была с Минфином наработана, там на 20-25 лет под 0,01% перекредитовка, снятие кредитной нагрузки на нас, когда мы добились того, что 200-300 миллионов всего шло на обслуживание бюджета, и в данном случае проморгали-то сами, элементарное действие проморгали, и сделать виноватыми всех окружающих, ну извините, ребята, это не профессионализм, это элементарное выполнение функциональных обязанностей, элементарное, мы не говорим там уже сопереживать нашей жизнью, мы, наверное, этого не дождемся, чтобы в нашу жизнь кто-то сопереживал из руководителя. Хотел бы поинтересоваться прогнозами вашими, я так понимаю, что сейчас и прогнозы как-то основываться не на чем делать. Не, вы знаете, при всем при этом я бы сделал положительный аспект в чем, что когда вот эта вот неразбериха идет, очень спокойно бизнесу можно работать. Мы продолжаем свою работу, мы выстраиваем сейчас модель партнерскую среди предпринимателей, мы будем дальше двигаться. Когда нам говорят это не востребовано у правительства, ну сверяем часы с федеральным уровнем, там востребовано, значит мы идем правильным путем. Ведь не может так быть, что один идет в ногу, а другой идет не в ногу. Я имею в виду федеральное правительство и местное правительство, они должны подправить и идти в единую ногу. Поэтому вот на этой неразберихе, я думаю, у нас открываются достаточно серьезные перспективы для того, чтобы мы продвинулись и в сельском хозяйстве, переформатировали систему отношений и субсидирования, в том числе и малого бизнеса. У нас открываются достаточно серьезные вопросы по экологии, а это биотехнологии и так далее, и тому подобное. Это уже тема для отдельных. Да, я думаю, что лесной комплекс, у нас много открывается тем, где бюджет не нужен, но мы сами справимся с этой ситуацией. Это особое мнение Валерия Турулу, завершается наша передача, наша встреча. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. Спасибо.